Дошел я до зоны, где в прошлый раз я тормознулся. Вот эти ледяные поля, абсолютно ровные. Ну страшно так выглядит, при том, что толщина огромная. Полметра точно есть, а может метр, вот трещина, льда. Тут он песком засыпан просто, песком сажает. Несмотря на то, что почти штиль, все равно ветерок дует. Арктика такая. Специально вышел. Даже тут лед лучше, чем на катке, где я на коньках катался. Идеальный прям, если трещины убрать, то здесь он чуть-чуть ребристый. Красивый. Ладно, выхожу на тропу обратно, тут люди ходили. Двигаю дальше, есть у меня время запас, есть погода. Даже жарко чуть-чуть. Но я бы не сказал, что прям сильно тепло. Все равно 15-16 мороза чувствуется. Ну ветра нет, ветер. Вернее, он есть, но не такой сильный. И он это сбивает как бы темп. Вот распадок туда, но мне вот сюда надо. Давайте еще раз пройдусь, круговую панорамку сделаю. Да, обзора такого нет, как в прошлый раз. Влажность выше, облаков больше, но тем не менее. Там вот дым стоит, далеко дымит. Идем вперед дальше. Вроде снимаешь, снимаешь, а всего полторы минуты. Кажется так красиво, долго. Вот он туннель, вот он Анасов сбоку. Загадочный объект. Вот я все ближе к нему. Видите, что достаточно круто. Вот идет человек, сейчас поправлю. Вот, вон второй. Ну достаточно круто. Вот какие огромные камни. Это все бывает сыпется, падает, поэтому оттаснул. Ну и сам туннель, представляете, железнодорожная, не низко находится. Теперь я жалею, что я взял неправильный. Надо было брать перчатки. Думал, снега-то побольше будет. Но с другой стороны проще лезть. Веревка. Так, прячу я. Вот здесь вот сейчас заторможусь. На пятачке. Да, вон она к туннелю протянута. И просто так. Веревка. Кто захочет пойти, знайте, что тут штур есть. Страховочный. Он хоть держится-то? Или так себе? Да, вроде держится. Кто-то не пожалел, хорошего шнурака продал. Ну тогда по шнуру полезу. Потом на нас попью чаю. И сделаю сейчас несколько фоток отсюда. Просто. Таких кадров не было. Они стоят того. Фотки я приложу, разумеется, на бусте. А, вон видно сопки Мячана. Плохо. Смог над городом. Срань все скрывает. На которую можно залезть, глянуть на равнины. Как бы так. Иначе не ощущается широты этой бесконечности. Либо взлететь над ней на самолете, на воздушном шаре, на планере. Хоть на руках. Поэтому тянет нас космос. Не можем мы сидеть на жопе спокойно, созерцать по-буддийски этот бардак окружающий. Тянет нас в нем поучаствовать. И одной птицей. Всем добра, позитива. Ну, хоть чем-то февраль порадовал. Даже если это будет один такой день удачный с выходом. Все равно классно. О, дедок уже ушел. Мужик уже почти под берег пришел. Дедок прошел половину. Вот, который мне навстречу попался. Посмотрел на меня так это. Прямо таки буддийское спокойствие. Ёлки-палки. Вот нашел точку, слезать не хочется. Хоть бы птица пролетела. Орла нету никого. Все в городе. А вот ветерок появился. Все прогоняет. Говорит, идите нафиг. Хороших наши тайны выведывать. Я такие знаки уважаю. Поэтому я прислушаюсь к окружающему миру. И, в общем, надо двигать, к сожалению, в город. С дровами, кстати, абсолютно тут грустно. Поэтому если кто-то захочет тут что-то организовать, дрова везите с собой, тащите. Ну, чем не спуск? Там, кстати, камни опасные. Нет, пойду я там, по широкой. Нет, пойду я там, по широкой.